Меня зовут Пётр Юда, я работаю последние 20 лет в больнице Святой Зниславы, а последние 4 года я руковожу ортопедическим отделением данной больницы. Очень приятно, доктор. У нас есть вопрос по поводу суставов. Многие пациенты, которые показаны или которые решили провести замену сустава, их очень часто интересуют виды суставов, которые используются, в частности, какие виды суставов используете, какие из них наиболее качественные? Ваш взгляд, пару слов о суставах, протезах. Имеет значение, если это цементированные протезы, либо нецементированные протезы. У нецементированных протезов, это главное титановые сплавы, а у цементированных это смешанные сплавы. Большинство производителей имплантантов используют именно эти типы имплантанов, самый современный. Также имеет значение, с каким типом имплантанты имеет больше опыт непосредственно оперирующий хирург. А вы какие чаще используете? Делаем в основном с тремя крупными фирмами. Это Zimer Biomed, которая сейчас является швейцарской фирмой, Johnson & Johnson американский и Matisse, это швейцарский производитель имплантантов. Вообще возникло само эндопротезирование и создание эндопротезов в Швейцарии. Исторически сложилось, что большинство производителей эндопротезов находятся в Швейцарии и в последнее время они только были выкуплены международными концернами. Zimer это швейцарская фирма? Зиммер американская. Сейчас они куплены американцами. Также многие пациенты, они сталкиваются с болью в суставе, как в принципе многие люди. Есть ли какая-то граница, когда эту боль нельзя терпеть и нужно срочно обратиться к доктору и принимать какие-то меры? Конечно, у каждого пациента свой уровень боли и уровень боли является решающим при решении о операции. Но операция это всегда то самое последнее решение. Начинается всегда с реабилитации. Далее инъекции в сустав. Если не помогают инъекции в сустав и боль не позволяет человеку жить нормальным образом жизни, уже встает вопрос об операции. По поводу инъекций в суставе это тоже очень интересная тема и мне лично тоже интересно. Многие доктора у нас, например, назначают инъекции, хондропротекторы назначают, могут назначать инъекции гиалуроновой кислоты. Как вы относитесь к этому? Как на предоперационном этапе? Имеет ли это место? Насколько это эффективно? Конечно, нельзя говорить о том, чтобы это 100% помогало абсолютно каждому пациенту, но пробовать не обязательно нужно. То есть кому-то поможет одни инъекции, кому-то помогут другие инъекции. Особенно у молодых пациентов, где есть истощение хряща на суставе, оно может помочь. Это может быть в принципе эффективно. А как вы относитесь к физиотерапии? Электромагнитная терапия, лазер? Что касается физиотерапии, электротерапии, я считаю, что так же, как и инъекции, необходимо это пробовать, необходимо тестировать на каждом конкретном пациенте. Оно не имеет негативных эффектов, в отличие от операции. Операцию откладывают как последний этап только потому, что она имеет возможные негативные последствия. Чем не обладает электротерапия и другие физические физиотерапии, физиотерапевтические методы? Операция обладает какими-то негативными последствиями или? Ортопедическая операция, так же, как любые другие операции, всегда несут в себе хоть минимальный риск. Риск от наркоза, риск от вмешательства в тело, инфекции, эмболия легких и другие возможные осложнения, как при любой другой операции. А вот многим людям ставят диагноз артроза. И не всегда, не всем этот диагноз устанавливается на третьей, четвертой стадии. Да, есть пациенты первая, вторая стадии артроза. Меня интересует, и многих пациентов тоже интересует, стоит ли, например, на первой или второй стадии артроза применять операцию? Или надо дождаться, пока это перерастет все в третью, четвертую стадию, да, в конечную стадию, и тогда только оперировать, делать замену сустава? Конечно, самым основным является параметр боли у человека. В зависимости, сам артроз, он не может болеть. Болит уже, когда появляются неинфекционные воспаления в суставах. И здесь нам необходимо сделать рентген, чтобы определить, какой тип воспаления либо тип повреждения сустава есть. В зависимости уже от этого решать, да, это консервативная терапия будет, либо это будет операция. То есть, возможно такое, что даже на второй стадии возможна операция по замене сустава. Может быть, не совсем стандартный вопрос, но все-таки хотелось бы знать, спрашивали ли ваши пациенты, и, может быть, вы когда-нибудь назначали медицинскую марихуану как обезболивающее средство при заболеваниях суставов, или не сталкивались с таким? Нет, он никогда этим не использовал. Ну, а как ваше отношение вообще к легализации этого средства, как медицинского средства? Он не против легализации марихуана. Также мы часто сталкиваемся с болями в суставах у молодых. А вы можете назвать, может быть, самые основные причины этих болей у молодых, и насколько это тревожные симптомы, и как можете с этим бороться? Причина артроза неизвестна. У молодых пациентов проблема в том, что замена сустава не может быть навечно. Несмотря на то, что сейчас современное поколение имплантантов уже намного более долговечно, чем 30 лет назад, и дольше выдержит. Невозможно сейчас точно сказать, как долго будет использоваться имплантант. Поэтому сейчас как можно больше исследований проводится в области профилактики артроза. Эндопротезирование суставов – это как бы уже запасной путь движения в ортопедии. А есть какие-то примерные сроки, скажем так, гарантии сустава? Сколько он может прослужить? Нет точных гарантий, которые бы однозначно сказать, что у каждого пациента оно выдержит столько. Но из опыта можем сказать, что на сегодняшний момент это около 40 лет. Около 40 лет. Существует много факторов, которые влияют на длительность использования эндопротеза. Во-первых, это, конечно, состояние костей, то, как человек обращается со своим упорно-двигательным аппаратом, его образ жизни и много других факторов влияет на длительность использования эндопротеза. Вы знаете, есть еще такой момент, что многие люди боятся протеза, как чужеродного материала в своем теле. Можно ли снять как-то опасения этих людей? Стоит ли бояться протеза или это не так страшно? Чаще всего это не страх чужеродного тела, сколько страх самой операции. То есть человек боится операции до той степени, когда он уже не может выдержать боль. Когда боль становится больше, чем страх, он соглашается на операцию. Да, действительно, они очень долго затягиваются, чтобы приступить к операции. В чем их самый большой страх? Чего они боятся? Почему они так боятся этой операции? Вмешательство в тело – это большое вмешательство. Вы не считаете, что так можно боять. Ну не стоит бояться, это не страшно. Да? Да. Многих пациентов также интересует процесс восстановления после замены сустава. Вы можете подробнее рассказать, как это будет протекать, что ожидает пациента именно вот этот восстановительный период после операции? В целом госпитализация при замене сустава в больнице длится 10 дней. В первый день приходит операция, во второй день его сажают на постели в физиотерапевт, на третий день физиотерапевт его ставит на ноги, далее проходит первичная постановка на ноги и основная физиотерапия. В соответствии с активностью и состоянием пациента, каждый день с ним проходит активная реабилитация, индивидуальная с физиотерапевтом. Я хочу от пациентов, чтобы они как минимум 3 месяца, они облегчали сустав, как минимум 3 месяца ходили с французскими костылями. Далее есть разница между коленным суставом и тазобедренным. У тазобедренного пациент должен обращать большое внимание на то, чтобы не вывихнул сустав, потому что тазобедренные суставы легко разрабатываются и пациенты способны их разработать сами. Колено более сложный сустав и у него немного длиннее процесс разработки. Там необходимо больше внимания уделять на правильную разработку сустава. Зависит от конкретного хирурга, кто-то рекомендует сразу идти в интенсивную реабилитацию, санаторий, либо реабилитационную клинику, а кто-то предпочитает по проистечении какого-то периода. Я считаю, что необходимо проходить эту реабилитацию чуть позже, когда тело примет и привыкнет к чужеродным материалам. И сколько максимально или сроки реабилитации рекомендуемые? Можно сказать, что 3 месяца необходимо реабилитироваться. Необходимо каждый день делать упражнения для того, чтобы увеличить амплитуду работы сустава. То есть каждый день пациент должен проводить определенные упражнения. 3 месяца. Через 3 месяца он может ходить уже без костылей. А далее уже в зависимости от его возраста, состояния, он может вернуться к абсолютно нормальному, обычному образу жизни. У тазобедренного сустава нет вообще никаких ограничений, он может делать всё. У колена могут быть какие-то ограничения, но это абсолютно индивидуально, вот для того, как человек себя чувствует. С коленом немного сложнее, чем тазобедренным. А какие вы можете дать советы пациентам при выборе клиники, доктора? Потому что это тоже очень важный момент и на этом этапе у них возникают сложности. Если бы мне нужно было идти на операцию, первое, что бы меня интересовало, сколько таких операций сделано на данном отделении. Сколько конкретно операций сделал данный доктор. Если в отделении делают всего 200 операций в год и 10 докторов их делают, то понятно, у них нет никакого опыта. Мы в год делаем больше 500 и делаем в группе 5 хирургов. Каждый из моих докторов, из моей команды делает как-то, как-то в год, поэтому я могу гарантировать опыт каждого из хирургов в моей группе. Следующий вопрос. Какова мера инфекционности на данном отделении? Какова мера повторного протезирования, то есть неустойчивости суставов? Да, получается количество проведенных операций, количество операций, которые провел доктор и количество инфекционных осложнений. Вот эти три основных момента, на которых стоит фокусировать внимание при выборе клиники и доктора пациента. Ясно. Спасибо большое вам. Доктор, а какое количество операций вы сделали? Сколько вы провели замену суставов? В целом, за все время моей работы я сделал больше 5000. Вначале, конечно, их было меньше, сейчас их больше 250 в год. Это довольно большая цифра. Да. Добро пожаловать в больницу Святой Зиславы. Добро пожаловать в больницу Святой Зиславы. Добро пожаловать в Буки Мэтт. Продолжение следует... Продолжение следует...